Интеррадио для вас 7 дней в неделю. Я был на машине и вспомнил, что в России как-то были передачи, любимые радиопередачи или любимые артисты. Я так подумал, у нас в нашей радиопередаче мы имеем любимых радиослушателей, которые, быть может, не всегда, но иногда слушают нас, включают свои приемники. И сегодня так получилось, мы с женой посетили одного брата, я заметил, у него на столе стоит приемничек. Ну, думаю, этот брат всегда, наверное, слушает передачи, не только наши, но и все, потому что он один, ноги так не носит, он в основном сидит, его работа сидеть, и он слушает. Я так думаю, что и сегодня брат Владимир также будет нас слушать. Если будет желание, можете позвонить, нам номер телефона уже объявили, 429-7635. Пожалуйста, мы будем принимать звонки. И, друзья, мы, начиная нашу передачу сегодня, я попрошу брата Константина совершить молитву, и мы будем начинать передачу. Отче Небесный, хвала Тебе и благодарность за Господа нашего Иисуса Христа. Благодарю Тебя, Господь, за новое донурованное нам время быть освящаемым Словом Твоим и потрудиться на Ниве Твоей. Молю и прошу Твоей милости и Твоего благословения. Смилуйся и благослови нас, рабов Твоих. Надохни Духом Твоим с дерзновением говорить о Тебе, о Твоей великой любви, которую Ты совершил на Голговском Христе за грехи, умерев за мои грехи и грехи всего людства. Благодарю Тебя, Господь, что Ты даруешь нам это общение. Благослови и радиослушателей, чтобы они подключились активно для служения. И прославься через это наш Бог Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Вы знаете, друзья, мы как верующие люди понимаем, что всякое служение, всякий труд, который тот или иной брат или сестра совершают во имя Господа, они понимают, и мы понимаем, что мы это делаем для славы Божией. Все люди, которые живут на земле, которые работают, трудятся, они как-то преуспевают каждый в своей профессии, в своей работе, в навыках, повышают свои способности. И каждый понимает, что он какой-то, какая-то отдача за его труд, он должен иметь. То ли зарплату, то ли повышение зарплаты, то ли какие-то бенефиты или еще что-нибудь там. Мы люди верующие, служащие Господу, всяким даром, какой Господь, кому какой уделил. И мы понимаем, что все это, что мы совершаем, это не наше. Это не нам, не для нас, это мы для славы Божией совершаем. И чтобы в этом Господь прославился, и не присваивая себе никаких способностей или талантов, мы понимаем, что мы рабы ничего не стоящие. И все то, что мы имеем, все мы имеем от Господа. Все это Он нам даровал, Он наделил, Он дает. Он дает и дал каждому человеку, живущему на земле, свои таланты, свои способности. И нет людей, бесталантных или неспособных что-то совершать или трудиться каким-то либо трудом. Ну вот, когда ученики ходили с Иисусом Христом на земле, когда в бытность, когда Иисус Христос ходил по земле. И было замечено, что вот однажды пригласили Иисуса Христа, вот я читаю, случилось. Так вот, по случаю спросил законников фарисеев, позволительно ли врачевать в субботу. Они молчались и, прикоснувшись, исцелил его и отпустил. Это 14 глава Луки. При этом указывал на то, как они исполняли в субботу и запрещали в субботу делать всякое дело. Ну вот он говорит так. Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы не случился кто из званых им почетнее тебя, и звавший тебя и его, подойдя, не сказал бы тебе, уступи ему место. И тогда со стыдом должен будешь занять последнее место. И вот говорит, что когда будешь зван, придя, садись на последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал, друг, пересядь повыше, тогда будет тебе честь перед сидящими с тобою. И вот стих, о котором мы сегодня будем говорить, что ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Вот, как ни странно, это Божий принцип, это принцип Иисуса Христа, что если ты сам себя унижаешь и предоставляешь как бы место другому, чтобы пусть он возвысится, или там, чтобы не сказали, что вот ты выскакиваешь на место более почетное, а тебя туда никто не звал. Поэтому мы, понимая это, призываем, и себя я призываю, и каждого из нас, и мы должны понимать, что когда тебя возвышает кто-то, вот это есть возвышение. Но когда ты сам себя возвышаешь, или где-то стараешься поставить себя выше, или ставишь свое служение в такую значимость, что вот без тебя, дескать, ничего не произойдет, или произойдет ли что-нибудь хорошее. Братья, как вы вот смотрите на такую позицию, которую Иисус Христос сказал, что ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. Ну, прежде всего хочу сказать, что у нас составлен яркий пример сам Господь Иисус Христос. И филиппийцам во второй главе, в пятом, одиннадцатом стихе написаны такие слова. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса прикрыло нилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца». Иисус Христос оставил славу небес, унизился до того, что воплотился в человеческое тело. Рождение Его было так же, мало кто из людей родился в яслях. Или пожелал бы так быть рожденным. Да, пожелал бы так быть рожденным среди скота в яслях. Потом, вся его жизнь, то, что он находился в теле человеческом, тот Бог, который сотворил всю Вселенную, все видимое и невидимое, воплотился в человеческое тело. Это ангелы с трудом, они не понимали этого, во что хотят проникнуть ангелы. Здесь написано, что тайна сокрытая от веков. Поэтому Бог сделал это. Он смирил себя. Смирил себя и в предшествии смирения, что произошло? После того, как Он смирил, как Он был уничижен на Голговском Христе, оплеван, осмеян, умер на Голговском Христе. Позорной смертью, потому что написано, что проклят всяк, висящий на древе. Это была самая позорная казнь. И Он это принял. Но когда Он воскрес, Он вознесся в славе. Игорь. Ну я в нашем контексте, что передача называется «Наше время», и вот думаю, братья, а вот как это касается нас? Вот как мы можем унижать себя, унизить себя? Вот я просто себя думаю, или я вот, ну, как Костя прочел пример Иисуса Христа, что Он уничижил себя, смирил себя, написано. Вот что может быть подразумеваться по тем, что вот мы в это, ну, сейчас, в наше время, можем ли мы сказать, что вот мы смирили себя или унизили, написано, унижающий себя возвыситься? Вот в каких это случаях может употребляться, я хотел бы сказать. Я думаю, что если взять примеры вперед нас, прошедших наших отцов, дедов, родственников, старших, которые за нас, которые, вот допустим, у моей сестры, у моей жены сестра двоюродная была доктор. Она закончила институт медицинский, закончила школу марксизма-ленинизма, в то время нужно было это, вот. Она, когда пришло время ей поступить на работу, а ее никто не брал, потому что она верующая была. И она смирилась с тем, что она, имея такое образование, работала медсестрой. А потом, когда случилось, что ее арестовали после того, как было гонение на верующих, и ее арестовали за то, что она занималась малолетними детьми, учила их музыки, учила Слову Божию. И она была арестована, была осуждена, ей присудили два года лишения свободы в холодных местах. И когда узнали, что она доктор, то там почему-то обошлись с ней более лояльно, нежели на гражданской работе, где она пыталась работать. И там она была доктором и работала в лечебном заведении при тюрьме. Господь использовал и возвысил, видя ее смирение. Ну, это примеры такие, как говорится, прошедшего времени. А на сегодняшний день, братья и сестры, хочется сказать, что всякий труд, который верующие люди совершают во имя Господа, всякое дело, которое они совершают, я так полагаю, что они не ради славы для себя все это делают, не ради того, чтобы их возвысили, превознесли там, вот великий миссионер, или вот великий путешественник, вот он там совершал такие дела, которые достойны похвалы. А есть люди, которые посвятили себя на труд, на служение, незаметное, но очень важное и нужное. Братья и сестры, сегодня среди нас находится один из братьев, который, находясь в таком труде, быть может, для него трудным, тяжелым, но незаметный труд, но который этот труд так необходим для тех, для кого он посвятил себя трудиться, мы приветствуем тебя, брат Николай, здесь, в нашей студии сегодня. Я приветствую себя. Да. И нам очень приятно, что ты согласился разделить с нами это время радиопередачи. Мы с удовольствием тебе предоставляем время, мы будем задавать некоторые вопросы, но, пожалуйста, не скажи, что ты этого не знаешь или ты этого не прошел. Мы знаем, что ты не так давно был в тех местах, где люди с такой жаждой воспринимают Слово Божие. И я попрошу тебя, чтобы ты поделился вот этим тем, что ты видел сам, что ты это пережил, что Господь дал увидеть тебе своими глазами. И, пожалуйста, все это расскажи не только нам, но нашим друзьям-радиослушателям. У нас сегодня передача называется «Наши любимые радиослушатели». Да. Поэтому мы для них вот посвящаем это время. И, пожалуйста, тебе слово. Вы только что сказали фразу, которая, может быть, как-то повлияла на меня. Вы сказали, вот в тяжелом таком труде, может быть, незаметном. И я бы хотел вместе с вами прочитать место Священного Писания. Пожалуйста. Как раз именно на эту тему. Это Матфея, 11 глава. И мы прочитаем с 28 стиха и ниже до конца главы. Это Матфея, 11 глава. Я думаю, всем нам известно это место. Иисус Христос говорит «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирён сердцем, и найдёте покой душам вашим, ибо иго моё благо, и время моё легко». Вот здесь интересно, что Иисус Христос как раз объясняет, что тот труд, который Он предлагает, он не является тяжёлым трудом. Он является лёгким трудом, когда ты его делаешь с Иисусом Христом. И сегодня эти стихи обычно читают людям, которые, может быть, находятся в депрессии, или человек, который, проходящий через какие-то, может быть, переживания в своей жизни, когда он чем-то заболел. Но я думаю, что Иисус Христос обращается к каждому человеку и говорит «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Да, «Придите ко мне все». То есть, да, те люди, которые к этому относятся к каждому из нас, мы понимаем, что вот эта суета является бременем этого века. И человек часто находится в суете, может быть, он даже и где-то в церкви, может быть, он даже при каком-то служении. Но вот эта суета порой забирает большую часть нашей жизни. И поэтому Христос предлагает прийти к нему. Он может дать освобождение от этого, он может дать успокоение. И он говорит, что то, что я дам вам. То есть, он не просто говорит «Я успокою вас», но «Я дам что-то вам взамен, что сделает вашу жизнь счастливой». Мы знаем, что когда-то Павел выбрал этот путь, и когда-то он был Савлом, стал Павлом, и когда касалась речь именно о Иисусе Христе, он сказал «Я все остальное посчитаю ничем другим, как только мусор». Вот это главное в моей жизни. Поэтому, наверное, то, что вы сказали тяжелым, может быть, физически тяжелым, но духовно это очень легкий труд, когда ты это делаешь со Христом. Да, Браг Николаев, но я хочу сказать, что почему я назвал этот труд тяжелым. Первое, даже то взять, чтобы, к примеру, из Америки, из Сакрамента перелететь в те края, где вы были, я недавно летал, полет мой был 6 часов в один конец. Для меня это было утомительно. Ну, может быть, я немножко по возрасту старше, да, но и тем не менее, даже вот такие вещи, как перелет, приезд в другую страну. Абсолютно другой вкус воды, абсолютно другие продукты питания, быть может, условия, которых мы только можем прочитать или рассказать, ну, с прочитанного, а вы вот окунулись в вот эти условия жизни, где там нет ни туалета, ни водопровода, быть может, ни, ну, вообще малейших каких-либо условий. А можно вопрос у меня? Вот, Коля, ты прочел вот это местописание «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Вот когда мы слышали прошлую передачу рассказ о Кении, то люди жаждут, да, вот стремятся, хотят слышать о Боге. Является ли, вот, как ты думаешь, что вот если в Америке, например, абсолютно этой жажды не видно, не видно и там, где мы жили раньше, вот в России, там тоже как-то не видно. Может быть, из-за того, что люди вот сейчас, как бы, ну, имеют вот такое все обилие во всем, может быть, из-за этого они не хотят, чтобы Господь их успокоил, чтобы они поэтому, может быть, и не нуждаются в Господе успокоения. Знаете, на днях я прочитал один пост, который мне прислали по интернету, который, я уж не дословно его переведу, но говорит, как тяжело проводить благую и святую жизнь в Иисусе Христе вот в этих благах этой жизни, когда она так наполнена всем. И знаете, что сегодня может быть печальным, то, что настолько мы пытаемся использовать все, что имеет этот мир, что порой тяжело отличить христианина и неверующего человека, потому что буквально почти все одинаково. Почему-то не все похожи на христиан, а христиане почему-то похожи на всех. На всех, да. Наоборот. Да. А мы как раз имели эту беседу, что не мир должен влиять на меня, а я должен влиять на мир. Да. Да, и действительно, вот то, что Игорь говорит, это действительно так. Знаете, когда приезжаешь туда, и те люди, которые услышали о Христе, имеют вот эту надежду, когда они узнали, услышали, они действительно, знаете, можно сказать, люди, которые не умеют читать, со всей вот этой вот общины, или можно сказать, деревни, в которой мы посетили, всего восемь человек, которые умеют читать. Не все умеют писать. И вот когда просто говоришь слово, простое слово, словесное, вот это вот, как чистое словесное молоко, они просто жаждут, они говорят, продолжай, говори, говори больше, читай Слово Божьего. И они просто не отходят от тебя. Есть вот эта жажда, которая неудалимая жажда, по Слову Божьему. И я говорил в прошлый раз, или, может, я не говорил, я уже не помню, делился или нет, то, что когда мы приехали в одно из поселений, вот в Кении, и небольшая церковь, они очень хорошо встретили нас. И мы говорили это слово. После этого мы раздали эти Библии. И вот та сестра, которая подошла после служения, и я ей подарил Библию. Вы знаете, она обняла меня и говорит, это моя первая Библия. Она просто держала, как какой-то жемчуг, как какой-то драгоценность. Я вот так просто анализируя в своей голове, Господи, у нас дома лежит по три, по четыре Библии. И нечасто люди хотят подойти к ней, чтобы почитать с нее. Потому что суета давит, давление этой жизни давит. И человек порой даже не находит времени, чтобы обратиться к Слову Божьему. Но вот эти люди, которые получила Библию, и она просто слезы с ее глаз, она говорит, это моя первая Библия. Но этот человек, можно сказать, можно назвать аборигеном, потому что в тех условиях, где они живут, нет, можно сказать, цивилизации. И они уже живут по Писанию, не умея читать этого Слова. Она уже основала ту церковь, в которой мы были. Она пошла дальше, она делает тот принцип, которому призывает нас Христос. И сегодня хорошо бы увидеть нам, именно вот мы знаем, что Христос является примером, идеальным примером для каждого из нас. Но Он также является вот этим огромным примером для жизни и для служения Церкви. Анализируя всю жизнь Иисуса Христа, если мы смотрим на Него, мы видим, что Его претеча, Иоанн Креститель, который призывал и говорил, чтобы покаялись люди, Его приблизилось Царство Небесное. То есть Его служение, служение Иисуса Христа, оно начинается с благовестия. Вся Его жизнь заключается в благовестии. Для этого Он пришел. И имея вот этих учеников, которых Господь дал Ему, Он дальше говорит, что вот тех, кого ты дал, Он их сберет. И вот эти три года, которые Он вкладывал в них, и смотрите по своему уходу с этой земли, Он говорит, я научил вас. Я научил вас всему, что вы должны знать. И теперь я желаю, чтобы вы пошли и научили другим. То есть принцип Церкви. Апостол Павел об этом говорит, когда заходит спор, некоторые стали говорить, что я Аполлосов, я Павлов. И здесь он выводит очень такую яркую черту и определяет именно жизнь Церкви. И он ее делит на несколько частей. То есть Он говорит, есть тот, кто сеял, а есть тот, кто поливал, но взращивает все Господь. То есть есть сегодня благовестники, те, которые идут и сеют. И эти люди обращаются, их приводят в Церковь. Это то место, где поливают. Это то место, где человек начинает расти дальше. Но человек, находящийся в Церкви, он имеет вот этот полив не для того, чтобы просто расти и расти, и расти. Он подходит к своей зрелости. И зрелость это к тому, чтобы наконец-то опериться и идти дальше, и делать то, к чему призвал нас Христос. Для чего-то ты вырасти в Церковь, им должна, обязана иметь свою. И вырасти в Абаба, которая бесполезна, и ничего пользы с него нет. Но вырасти в Мужа Совершенного для того, чтобы продолжать дело, которое пройдет дальше. Но не зря Христос. Мы должны четко понимать сегодня, что Церковь, это не просто местонахождение, куда приходят святые люди. Знаете, я для себя нарисовал как-то вот в голове картину Церкви. Знаете, вот в этом море, бушующем море, когда-то Иисус Христос был в такой лодке, и все ученики были вместе с Ним. И они говорят, Учитель, погибаем, неужели тебе нету дела на нас? И вот этот корабль, огромный корабль, который плывет и имеет свою дистанцию туда, куда он направляется. То есть это Царствие Божие, это вечная жизнь со Христом. И вот этот корабль, плывущий по этим волнам, сегодня он не просто корабль с теми людьми, как когда-то это было для Ноя. Это корабль, который должен принимать тех, кто за бортом. И те, кто на этом корабле, это те служащие люди, которые стоят у, можно сказать, у бортов и достают этих людей, чтобы вместе доплыть до этой цели. И если сегодня Церковь этого не делает, если мы сегодня закрылись и просто плывем сами, то мы являемся эгоистами. Мы имеем телефонный звонок. Пожалуйста, говорите, мы слушаем вас. Я вас приветствую, дорогие братья. Приветствую, дорогая Елена Валкалавна. Я звоню, вы объявили, что у меня немножко голос, у меня гриб. Ничего, ничего. Вы говорите, сегодня передача для наших любимых слушателей. Так точно. А я думаю, ну мы же всегда любимые, мы постоянно с Василием Антоновичем слушали. И я сейчас слушаю, вот в ту пятницу я слушала. Вы знаете, я благодарю Господа за Колю, которого вы пригласили в ту пятницу, он говорил. Ага, слава. И сейчас. Я так всегда думала. Я у его дедушки пропела 30 лет в хоре. Его дедушка это родной брат моей бабушки тоже. Моя бабушка была, они два брата и сестра родные, у них много их было. Мир тесен. Он был пламенный проповедник, он был рейдинг чудесный. Я почему вам позвонила? Я так радуюсь за Колю. Я всегда думала, кто же заменит и кто продолжит проповеди от Прокопыча. Я так его любила. Я с ним сфотографирована из молодости. И теперь слышу, Коля, он взялся за этот труд. Я рада так за него. И молюсь, что Господь, вот, чтобы он такой же был проповедник, мне еще хочется. Кроме того, что он миссионер. Так что, Коля, пусть себя Господь благословит. Спасибо, Елена Николаевна. Я тетя Лена просто. Поповедник. Да, знаем. А теперь вот Коля. Я просто благодарю Господа и рада, что Костя тот рейдинг в Гортландии. А сейчас вот Коля, дай Бог, чтобы он тоже был таким же пламенным служителем Господним, как и его дедушка. Ну, он уже есть такой служитель, да. Молитесь, молитесь, что вы вдохновляете. Вот просто мне сердце побудило. Я слушаю его. В тот раз слушала и сейчас вас слушаю. Я всех вас слушаю. Я рада за вас. Да, спасибо. За всех братьев. Я вас люблю. Слава Господу. Продолжайте свой труд. Вас много слушают. Да, спасибо. Слава Богу. Ну, вы у нас любимые слушатели, да. Да. Ну, все с Господом. Храни вас Господь. Спасибо. Спасибо. Знаете, я хотел бы немножко, чуть-чуть, ну, как бы, признаться, что когда прошлая передача закончилась, Колер рассказал такие захватывающие моменты. Я хотел бы, чтобы Колер рассказал, вот, например, о том, какие чудеса там случались. И вот один момент, который меня очень тронул, то, как люди слушают, именно вот какое, как, ну, они воспринимают то, когда ты проповедуешь. Вот это я хотел бы, чтобы ты рассказал, потому что, вот, когда здесь говоришь, например, за кафедрой, а видишь, что один или два человека спят, хочется развернуться и уйти, конечно, из-за камеры. Думаешь, что ты тут делаешь, если люди спят в это время? Знаешь, Игорь, я думаю, что, может быть, это есть какое-то перенасыщение, когда человек, настолько насытившись, уже начинает выбирать из того, что он слушает. Но Слово Божие, оно живое и действенно. Сегодня его не надо украшать, его не надо что-то прибавлять к нему. Сам Иисус Христос не нуждается в этом. И простое Слово о Иисусе Христе, оно сегодня действительно радует сердца этих людей, которые слышат о Нем первый раз. Может быть, те, которые вот только уверовали. Вот именно в Кении я почувствовал вот эту огромную жажду, когда люди просто сидят и не хотят уходить. У нас было служение более чем три часа, нам уже надо было ехать, и они сидят, и они готовы дальше слушать. Некоторые из них, знаете, я не делился в прошлый раз, один из, это ворьер, можно сказать, воин этого племени, он прошагал 50 километров пешком, чтобы добраться на это служение. Настолько для него это было важно, чтобы услышать. 50 километров, да, это были какие-то попутные, где-то запрыгнул на поезд, чуть-чуть доехал, где-то какая-то другая попутная машина. Но 50 километров добраться, это несколько часов он добирался до этого места, чтобы услышать о Христе. Вот видишь, почему-то так человек устроен. Когда ему хорошо, то он не идет к Богу. А когда чуть-чуть прижмет, да, то все обращаются к Богу. Я не думаю, чтобы там чуть-чуть прижало, просто люди, когда никогда об этом не слышали, и они почувствовали, что это живое Слово Божие, и они вас жаждали. Я говорю о том, что там условий никаких, когда у человека условий никаких к жизни, а жизнь практически проходит в трудных и неописуемо трудных условиях, то человек более расположен к тому, чтобы слышать Слово Божие. Почему так говорю? Потому что когда был на Украине, когда мы раздавали Евангелие в миссии Гедеон, то мы приехали в один район, там, а у меня уже такая есть, у меня есть, у меня есть, не брали. Приехали в другой район, там, где прошло стихийное бедствие, там, где затопило, затопило конкретно дома, позатапливало, то стояла очередь за Евангелиями. Все до единой раздали. Понимаешь? Поэтому... Видите, Писание говорит, и мы знаем, это очень хорошо, что Господь вчера, сегодня и во веки тот же. Люди так же нуждаются в Нем, как и нуждались вчера и третьего дня. И, знаете, вот действительно, может быть, есть вот какая-то часть этой правды в том, что ты сказал. Хочу рассказать один пример. Вот именно в той стране, которую мы посетили, это Кения. И, значит, вот это племя, которое мы посетили, называется Масай. Один миллион населения этого племени живет на Южной Кении, в Южной Кении. И еще один миллион живет в Северной Тазани. То есть, как бы оно является одним племенем. Эти два миллиона между собой, они очень рядом, но между ними есть граница, которая разделяет страны. И вот в Тазани есть такой авторитет этого племени, которого все прислушиваются, потому что он является значащим человеком для всего племени. И он заболел мужской болезнью, это простата. И, знаете, он не мог сходить в туалет. Просто все воды, которые он пил, они просто скапливались в его организме. И уже было настолько ему плохо, что он был при смерти. И он позвал бабку-гадалку, которая у них есть. Она выражила, плясала и кидала, и свистела. И что она только не делала для того, чтобы исцелить его, но ничего совершенно не помогло. И, знаете, этот человек говорит, я слышал, что с нашего племени в Кении есть те, которые поклоняются истинному, живому Богу. Я хочу, чтобы вы их позвали. Я хочу их видеть. И вот как раз в Кении, кого мы посетили, это брат Петя, мы его Петя называли, по-английски Питер, наш темнокожий брат во Христе. И вот пришла эта весть к нему. И он говорит, братья, надо ехать, нас ждут там. Они собрались и поехали по этим бездорожьям, потому что туда добраться, это просто невозможно. Ну, на джипах они как-то проехали, добрались до туда. И вот приехали к этому человеку, к этому авторитету. И они спрашивают его, веришь ли ты, то, что истинный живой Бог может исцелить тебя? Он говорит, да, я верю. Братья встали, возложили руки и помолились. Помолились над ним. И вы знаете, вот это чудо, которое тут же этот человек смог сходить в туалет. Все воды с него вышли. И вы понимаете, этот человек становится и говорит, разошлите гонцов по всем деревням, по всем поселениям нашего племени и скажите, чтобы открыли двери для христиан. Это тот живой истинный Бог, которому мы должны поклоняться. И сегодня в этом племени двери для христиан открыты. С того дня он отменил вот это вот гадание, шептание. Этих бабок больше нету, те, которые шепчут, те, которые что-то пытаются. Нету этих шаманов. Он говорит, если у вас есть нужда, идите к христианам. Понимаете, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Как Он исцелял тогда, Он также исцеляет сегодня. Но исцеляет не только телесно, но и душу. Ну, это самое первое, это самое важное. Но и телесно Он показывает эти чудеса. И слава Богу, действительно, сегодня это племя открыто. Друзья мои, конечно, да, вот попав туда, мы ощутили, конечно, что это комфорта там нету. Действительно, нету ни воды, ни электричества. А всё, что мы там делали, надо было сделать до вечера, до заката солнца. Для них это очень важно, потому что после того, как зайдёт солнце, настаёт мрак. Полный мрак. Просто вот эта долина, в которой мы находимся, нет никакого света. А звёзды красивые. Вот, это очень хорошо. Когда есть звёзды, тогда они передвигаются. Когда нет звёзд, когда пасмурно, тучно, то передвигаться невозможно, потому что это полный мрак. И это надо успеть всё до этого сделать. И мы вот, будучи на таком служении, и они продолжают дальше, мы уже напоминаем им, говорим, скоро станет темно, вам надо возвращаться, вы не успеете. И они готовы были сидеть и дальше слушать. Лишь бы только слушать весь об Иисусе Христе. Ну да, точно как, помните, как Христос говорит ученикам, что вот уже три дня при мне, и нечего им есть, и не хочу отпустить их голодными, чтобы не ослабли в пути. Точно так, и они, похоже, вот такая жажда слушать, слышать. Да, а, конечно, я хочу спросить тебя, Николай, в прошлой передаче я не смог быть, слышать то, что ты говорил. Как вы вообще туда попали? И как вот Господь побудил вас именно поехать туда? Ну, эта история, может быть, займет больше, чем 15 минут. Ну, вкратце я бы мог сказать, да, знаете, в моей жизни произошло такое событие, которое изменило мою жизнь. Знаете, будучи христианином, через определенное время, можно сказать, через годы моей жизни, будучи уже христианином, я встретился со Христом. Наверное, это тот момент, когда моя жизнь полностью изменилась, когда моя жизнь наполнилась вот этой радостью, о которой говорит Христос. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Будучи христианином, я был обременен суетой. Я был труждающимся человеком, который не находил себе покой. Но придя ко Христу, Он дал мне этот покой. Он освободил меня от этого пленения. Знаете, и, наверное, самое главное, Он дал мне свое повеление, которое я смог понять. Это было явно и четко, что я должен служить во славу Его. И когда Господь спасает человека, когда Он говорит его сердцу, когда ты получил это исцеление, и сегодня, если ты замолчишь и не будешь делиться об этом с другими, то ты становишься преступником. Преступником. Больше, чем преступником. Друзья мои, вы знаете, если бы сегодня нашли бы, как лечить раковые заболевания, то сегодня бы, наверное, весь мир говорил об этом. Вы можете представить себе, что если бы вы нашли именно то, что может вылечить, и держать это при себе, не говорить другим, то это и есть преступление. Господь проговорил моему сердцу, и мы познакомились, и в частности я познакомился с человеком, который очень дорог мне, это Вилли Дик, и он является президентом миссии «Новые Нивы», и эта миссия в основном направлена на миссионерское служение. И действительно открылись эти новые поля. Новые поля там, где есть нужда, там, где еще люди не слышали о Христе, либо находятся в огромной нужде. И мы уже трудились на тот момент в Таиланде, и вот я уже делился этим. Африка, конечно, для меня была всегда до того, как я встретился с лицом-лицом со Христом. Для меня Африка была страной, куда я не хотел попасть. Я не хотел приближаться ко Христу так близко, потому что вдруг Он меня туда пошлет. Знаете, я вот делился с братьями больше месяца назад. Я туда лечу, и я понимаю, как это легко и как это приятно. Это совершенно другое чувство, то, что ты делаешь во имя Иисуса Христа. И, конечно, знакомиться с нашими братьями и сестрами во Христе в других странах, наверное, это самая огромная радость для меня, когда я еду в другую страну, видя именно тех людей, которых Господь уже нашел. Спасибо. Дорогие друзья, наши радиослушатели, сегодня, как вы понимаете, у нас передача. Мы начали с чтения стиха, где Христос говорит, что всякий возвышающий себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Вот мы сегодня имеем опять в нашей передаче в общении брат Николай, который рассказывает об этом труде. Если, конечно, все это было заснять на видео, показать картины всего этого, это великий труд, но он о себе так скромно говорит и рассказывает, как будто, ну, это что-то такое, вот, ну, незначительное что-то они совершили, поехали там, проповедовали, раздали Евангелие, но это, это оказывается, такой труд, и этот труд, он отмечен у Господа, и здесь мы, не возвышая себя, но мы знаем через Писание и знаем через Слово, что Господь, Он видит всякий труд, и Он говорит, что труд ваш не тщетен пред Господом, а если этот труд не тщетен пред Господом, значит, Господь возвысит, Господь возвышает. Ну, пусть, пусть это не будет нам, как бы, вот, в нашу похвалу или еще что-либо, какое-то, ну, возвышение, я понимаю, что каждый из нас, который мы здесь находимся, имеет возможность, по большому счету, совершать такой же труд, как совершает брат Николай, и я так вот себя тоже осуждаю, что за свои годы, в течение моей жизни, я, наверное, мог бы, и такой бы труд нести, но Господь усмотрит, и я буду об этом также молиться. Я бы хотел добавить. Я еще хотел бы вопрос задать, Николай, по поводу питания. Вот вы приехали туда, говоришь, что там трудно с питанием, какую пищу предлагали вам те, которые, ну, вас же встречали христиане, я думаю, что когда вы приходили к христианам, вы ели ту же пищу, что я езжу, потому что, если бы вы не поели эту пищу, они бы обиделись на вас. Конечно. Да, это было, наверное, самое трудное. Тяжелый момент, потому что, когда мы подавали пищу, может быть, это было еще нормально, потому что, что-то похожее на азиатское, какие-то лепешки, которые они, ну, можно сказать, жарят прямо там же, на костре, во всех этих условиях, но когда они приготовили картошку, и на той воде, которую мы видели, буквально, можно сказать, 10-15 минут до этого, до того, как мы приехали в виллу, виллочь вот в эту, мы остановились возле этой лужи, вот во время дождей, эта вода просто собирается туда, собирается в этой долине, идет дождь, и вы можете представить, что у них нет туалетов, то есть туалет, это, наверное, просто куст, и вот то, что где они ходят, и где, может, животные ходят, и вот это все, когда идет дождь, он...